Слава, 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 слава Тебе, Господи. Аллилуйя, Господи. Вся слава принадлежит Тебе. Ты достоин славы, Господи. Всемогущий, святой и совершенный Бог. Аллилуйя. Слава нашему Господу возлюбленной. Он достоин всей славы. Слава Господу. Слава Богу. Слава Господу. Наша Библия говорит, что ангелы видят лицо Божие. И знаешь, что интересно? Они, видя Бога, понимают, что Он достоин всей славы. Они преклоняются перед Ним и говорят, ты достоин славы. Ты святой. Представляешь, мы не видим Его. Веря в Слово Божие, знаем, что Бог достоин. Смотрим на свою жизнь и понимаем, что Он достоин всей славы. Но ангелы видят и понимают, что Он воистину достоин. И это не просто слова. Аминь. Так что Бог достоин, чтобы ты всю свою жизнь прославлял Его. Слава Господу. Слава, слава, слава Господу. Слава Богу. Слава Богу. Слава нашему Господу. Дорогая церковь, с днем рождения. Пусть Бог благословит вас. С днем рождения. Слава Господу. Спасибо нашей группе прославления. Вы уходите или остаетесь? Ну что, люди, отпустим их или пусть останутся? Ладно, идите, идите. Благодаря вас Богу. Давайте еще раз их поприветствуем. Слава Господу. Слава Богу. Ты, наверное, хочешь сесть? Ну, не садись. Не садись. Есть еще пару важных дел, которые мы должны сделать. Во-первых, я хочу позвать сюда нашего дорогого брата Гора. Давайте поприветствуем Господа. Пусть Бог обильно благословит, да благословит Бог нашего брата. Гор – наш дорогой благословенный брат. В Армении около 15 лет он нес пастырское служение. Правда, да? В 15 лет он был пастыром. Мы его выкоролили из Армении. Он уже несколько месяцев служит пастыром в нашей церкви в городе Санкт-Петербург. Слава Господу. Пусть Бог обильно благословит. Слава Ему. Кто сегодня с ним здесь, из Петербурга? Да, Большой от вас Господь! Будьте благословенны. Они приехали из группы служителей. Пусть Бог вас всех благословит. Хотя он давно уже пастор, с опытом. Но я хочу, чтобы мы благословили его служение в Санкт-Петербурге. Хорошо? Портяни руки, и мы помолимся за него и благословим его. Помолитесь со мной, возлюбленные. Поехали. Отец Небесный, мы просим Твоего благословения в жизни Гора и Армении. Пусть Твое благословение будет на их доме. Мы благословим его путь в Санкт-Петербурге. Пусть он всецело будет благословен. Пусть его пастырское служение сопровождается чудесами и знамениями, Господи. Пусть у него будет пастырское сердце в любой ситуации. Пусть он ко всему относится с любовью и заботой, Господи. Во имя Иисуса Христа мы отдаем Твои руки Гора и просим, чтобы Ты его использовал в Своей воле в любой ситуации, Господи. Пусть он станет поводом для покаяния и прихода в церковь многих людей на этой территории, Господи. Во имя Иисуса Христа мы благословляем нашего брата, вручаем его в Твои руки и просим, помажь его еще сильнее и подними его, Господь, еще выше. Сделай слово из его уст еще более мощным, чтобы в каждой ситуации, в каждом его шаге было видно Твое присутствие и Твоя слава, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Пусть Бог обильно благословит дорогой Гор. Будь благословен. Слава Господу. Там у нас уже очень благословенное служение, церковь растет. Бог верен в Азубинный. Аминь. Аминь. Что, хочешь присесть? Нет же, да? Знаешь, почему рано присаживаться? Нам надо сделать еще одно дело. Смотрите. В Библии есть нечто, что называется елей. Елей, знаете, мы используем для помазания человека, допустим. Для помазания больного человека. Мы используем, когда был к салям, жилище. В Библии говорит, что все, кто верит в Иисуса, делатели. Помните, я на прошлой неделе говорил о человеке, который не ходил с учениками, но именно Иисуса изгонял бесов. Иисус сказал, не запрещайте ему. Тем более, это касается тех, которые сейчас следуют за Иисусом. Каждый из вас делатель для Царства Божьего. Поэтому так важно, чтобы ты это осознавал. Когда встречаешь больного, возложил на него руки и помолился. Если встретил проблему, встал и сказал, «Господи, я прошу, чтобы ты дал решение этой проблеме. Ты дитя Божие. Ты священник Божий». Смотрите. До Христа было отдельное выделенное свещество. После его пришествия, все, кто верит в Иисуса, царственное свещество. Так говорит Слово Божие. Ты священник Божий на этой земле. А если священник, то у тебя должен быть елей. Поэтому знаешь, что мы сделаем? Мы сегодня специально взяли сюда масло, много масла. Чтобы мы вместе благословили это масло. Это оливковое масло сейчас. Мы помолимся над ним, чтобы он стал елеем для помазания. Поэтому, когда будешь уходить домой, можешь взять маленький флакон с собой после служения. Если встретишь больного человека, возложи руки и помоли за него. Если придешь кому-то домой и скажут, как будто здесь проклятие, помажь его косяки и скажи, пусть всякое зло уйдет отсюда. Ты имеешь эту власть, потому что ты дитя Божие. Поэтому я сейчас пойду туда, попрошу тебя, чтобы ты протянул руки, и мы вместе благословим от елея. Они в маленьких тарах таких. В конце служения ты можешь подойти и там взять одну из сих к себе. Сейчас я хочу, чтобы ты протянул руки, и мы благословим это. Прогласим Божью силу на этом елее. Аллилуйя, Небесный Отец. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам власть и возможность, Господь. Что Ты доверил нам делать Твое дело, Господь. Спасибо Тебе, Господи, что Ты нас ведешь, что мы шли и молились за людей, за их проблемы, Господи. Мы просим перед Тобой этот елеем, мы хотим использовать его, чтобы распространять дело Твоего Царства, Господь. И просим, опусти свое благословение на это масло, Господи. Во имя Иисуса Христа мы благословляем это масло и продолжаем Божье присутствие, Божью силу и водительство на каждом флаконе и на каждой капле, Господь. Во имя Иисуса Христа. Мы просим, Господи, везде, на кого бы ни был возложен этот елей, пусть получит Твое освобождение, исцеление, восстановление, Твой мир, Господь, и радость, да будет на нем, на его семье. Во имя Иисуса Христа. Везде, где будет помазан этим елеем, пусть уйдет власть зла, пусть любое бесовское присутствие уйдет, и пусть придет Твое благословение и Твой мир на это место, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господи, мы провозглашаем это елеем помазания с сегодняшнего дня и провозглашаем Твою силу с этим елеем, Господь. Пусть там, где будет применяться этот елей, оттуда зло соберет свои вещи и убежит, Господь. Во имя Иисуса Христа. Пусть болезни уйдут и не возвращаются, Господь. Во имя Иисуса Христа. Перед небом и землей мы благословляем это масло и провозглашаем, что это елеем помазания во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу, Возлюбленные. Слава Богу. В конце богослужения вас ждут эти флаконы. Да благословит вас, Господь. Давайте еще раз выдадим славу нашему Господу. Слава, слава, слава нашему Господу. Слава Богу. Кто следит за нами в интернете? Не знаю, как многие меня поймут, конечно, но ты можешь взять масло у себя дома и поставить перед экраном. Поставить перед молитвой, а после пользоваться Возлюбленной. Да благословит тебя, Господь. А сейчас можете попередствовать ближнего, и присаживаться. Скажи, поздравляю тебя. Сегодня праздник. Скажи, с днем рождения. Слава нашему Господу. Слава всемогущему Богу. Сегодня у нас праздник. Сегодня я не буду много говорить. Я хочу подняться по служению, побыть и пообщаться со всеми вами. Поэтому сразу поднимусь наверх, чтобы суметь со всеми пообщаться и уделить время каждому. Ну, насколько у меня это получится. Посмотрим. Там я подойду ко всем столам, чтобы со всеми пообщаться. Но сейчас хочу немного поделиться с вами словом. Знаете, о чем я хочу поговорить? Смотрите. Я более подробно об этом говорю на библейской школе, которая есть у нас, да? И, между прочим, скажу, что через пару дней мы планируем ту школу, которая у нас была в прошлом году, мы его записывали. Там все более и более подробно. И мы планируем каждую неделю по одному уроку выложить в YouTube. Поэтому, если кто-то хочет учиться, есть большая возможность в онлайне посмотреть каждый урок. Это благосовит вас, Господь. Можете смотреть каждый урок в интернете. Пусть Бог благосовит вас. Сейчас я сжато хочу поговорить о теме, которая очень важна. Я сегодня буду говорить о так называемых паразитах. Паразиты, да? Правильно, наверное, паразиты будут. Смотрите. Бывают случаи, когда человек приходит к Богу, кается, отдает Господу свою жизнь, но по каким-то причинам он реально хочет делать все правильно, но по каким-то причинам он не может избавиться от некоторых паразитов. И его жизнь не меняется. Некоторые паразиты продолжают усложнять его жизнь. И у человека возникает вопрос. Я уже третий год в Господе. Почему ничего не меняется? Поэтому я сегодня хочу поговорить о некоторых паразитах, о тех, которые мешают нам жить благосовенными, свободными в Господе. Они действительно являются препятствием в нашей жизни. Смотрите, на что похожи эти паразиты? Знаете, как работает воздушный шар? Наверху огромный надутый шар, а внизу корзинка. Там люди... И шар поднимается вверх. К этому шару всегда привязаны небольшие такие грузики. То есть утяжелители, которые висят на нем. По периметру они висят, эти мешки с песком. Знаете, зачем они нужны? Они не позволяют ему сильно высоко взлетать. То есть они держат воздушный шар на высоте, которая нужна. То есть этот груз, который тянет вниз. Этот шар тянет наверх, а груз тянет вниз. Если человек внутри корзины хочет подняться, каждый раз ножом отрезает какую-нибудь веревку с грузом и сбрасывает его. Когда он сбрасывает, чем больше груза он сбрасывает, тем выше он поднимается. Вот эти паразиты, как раз эти грузики, не позволяют нам подниматься высоко, чтобы мы свободно парили в небесах с Господом. Потому что что хочет Господь? Он хочет, чтобы мы с ним парили на небесах. Чтобы мы наслаждались присутствием Божьим в этой жизни. Иисус никогда не говорил, у вас обязательно должна быть тяжелая и трудная жизнь. Как многие армяне говорят. Тяжелая и трудная жизнь. Бог не говорил, чтобы мы должны жить в темные и тяжелые времена. Даже в трудной и темной жизни ты должен наслаждаться присутствием Божьим. Ты должен парить с Господом. Понимаете? Когда Господь сказал, придите ко мне, с этой минуты твоя жизнь должна измениться, Господь. Даже при гонениях. Должна быть похожа на то, что ты паришь с Господом, потому что Господь всегда с нами. Где бы ты ни находился, Он всегда с тобой. У него безопасно, мирно, радостно и спокойно. Но есть некоторые паразиты, которые не позволяют, чтобы мы парили. Они, как эти грузики, висят на тебе и все время тянут тебя вниз. Я сегодня хочу говорить о них. И первый тип паразитов, о которых я сегодня хочу поговорить, которые остаются в жизни человека, это плохие привычки. Когда человек приходит к Господу, но у него остаются привычки, которые он имел в мире. Допустим, сплетничать, обманывать, ранить кого-то, капризничать, допустим, брать в долг и не возвращать. Это привычки, которые остались. Катать на кофейной гуще. Это привычки, которые приходят из меры. Человек приходит к Богу, но не оставляет эти привычки. Это грузик, который остается в твоей жизни и постоянно тебя тянет вниз. Это удивляет. Вроде бы я пришел к Господу, все должно быть хорошо. Смотришь, вроде бы ты пришел с другом, у него все стало лучше, а у тебя ничего не поменялось. Просто он перестал скверностовить, а ты не перестал. Эти плохие привычки, которые у тебя были в мире, когда ты открывал свой рот, и там было только сквернословие. Сейчас ты начал меньше ругаться, но в кругу людей ничего не поменялось. Ты тоже. Это все грузики, которые тянут тебя вниз. Ты не можешь быть свободным и благословенным у Господи. Прочитаю один пример из Исхода, 32 главы. Моисей поднялся на гору, и его долго не было. Он на встрече с Богом, все его ждут, и он не исходит. И знаете, что делают? Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами». Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось. И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жён, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из руки и сделал из них литого тельца, и обделал его рисом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской». Смотрите, что происходит. Бог вывел Израиль из Египта, привел их в пустыню, призвал Моисея, чтобы поговорить с ним. По их мнению, Моисей долго не сходил, опаздывал. Они сразу же говорят, «Нам нужен Бог». Что нам делать? «Нам нужен Бог». «Бог, Бог, Бог». Где мы можем его найти? О, да, вспомнили. Пусть Аарон скажет. «Аарон, что нам делать? Откуда нам найти Бога себя? Что делает Аарон?» Он говорит, «У каждого из вас, ваших жен, дочерей, в ушах есть серьги золотые. Несите их ко мне все». Делает из него какого-то литого тельца. Он изготавливает небольшого тельца и говорит, «Вот это Бог, который вывел тебя из Египта». Вы представляете, да? Знаете, почему он так сделал? Смотрите. «Ни Аврааму, ни Моисею». Бог не говорил, «Создайте какой-нибудь видимый образ. Что-то похоже на меня». Наоборот, он их предбуждал. «Не создавайте себе образов, и не поклоняйтесь ни с чем. Не надо сравнивать меня, Господь». Говорит. Знаете, они 400 лет в Египте видели, что у Бога должен быть какой-то образ. Бога надо видеть. Их богов, которые там с лицом кошки, с хвостом ослика, чего там только нету. Они для себя создали богов, что только не создали. Нет, естественно, за 400 лет у них появились эти плохие привычки. Их глаза должны были видеть этого бога. Вы знаете, они говорят, «Сделай для нас бога». Представляете? Создают из золота какого-то небольшого тельца и говорят, «Вот твой бог, который вывел тебя из Египта». Представляете, это телес, который раскрыл море, который сотворил столько чудес там. А все почему, возлюбленные? Потому что они уже привыкли к этому. Они привыкли к этому. И эти плохие привычки они применили. Из чего они попали по проклятию. Допустим, как сегодня иконы. Люди годами привыкли, что они что-то должны видеть. И начинают создавать иконы. Кто тебе разрешил делать эти иконы? Откуда ты знаешь, какой вид был у этого святого? И что тебе до образа этого святого? Люди, художники, сидят у себя дома и начинают создавать картины. И начинают поклоняться им. Это уже превратилось в плохую привычку. Человек не может без этого. Слышали, когда человек говорит, «У нас дома есть святые». Люди обустраивают какой-то угол, ставят туда несколько икон, говорят, «У нас есть святые, я там помолюсь». Человек уже привык. Он обязательно должен видеть своего бога, потому что только так он может молиться. Не понимая того, что бога невозможно видеть, он не какое-то маленькое существо, которое у тебя где-то в углу находится. Понимаете, да? Люди настолько уже уклонились, настолько уже стала эта плохой привычка, делают какую-то статуэтку на кресте и говорят, «Это наш бог». Если он не взял с собой крест возлюбленный, смотрите, это касается всех тех людей, которые смотрят на нас. На этом кресте нет статуэтки, потому что этот крест пустой, потому что Иисус воскрес, он уже не здесь, он не на кресте. Аминь. 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 Иисус больше не на кресте. Тем, кто нас слушает, еще раз говорю, «Не носите крестики с образами». Написано, что Иисус стал проклятием на кресте для каждого из нас, потому что слово говорит, «Проклят всяк, висящий на древе». И не надо, чтобы мы изображали этот образ проклятия. Крест пустой. А Иисус на небесах, и Он живой. Кто-нибудь создает такую статуэтку, какую-нибудь жалкую такую, худую, и все, говорят, «Это наш Иисус». Это святыня. Это образ. Мне так понравилось, когда в Армении были эти разговоры недавно о том, чтобы поставить статую Иисуса. Апостольская церковь была против. Они заявили, что мы против, чтобы вы поставили образы Иисуса. Даже церковь не хочет это позволять. Но не делайте. Зачем вам это делать? Снимите уже эти, наконец, статуэтки. Это важно. Это неправильная привычка. Я должен видеть Бога, чтобы легче помолиться. Это все ваши плохие привычки вошли в людей, и не получается вытащить их. В России привыкли поклоняться Матроне. И все идут приветствовать Матрону. Была какая-то девушка, которая жила себе, превратили ее в Бога, и теперь поклонаются ей, прикладывают ее икону, для того, чтобы исцелиться. Представьте, насколько с ума сошел этот мир. Я удивляюсь, как Бог до сих пор терпит. Знаете, в IV веке, когда наш народ принял христианство, знаете, что произошло? Человек встал перед одной большой проблемой. Когда мы пригласили Иисуса, приняли христианство, люди вроде бы приняли Иисуса. Но по своей старой привычке все равно поклонялись своим идолам. Ходили к своим капищам и поносили им жертвы. Церковь поняла, что уже выхода нет, люди не понимают. И знаете, что сделали? Сделали и разрушили капище, и на том же самом месте построили церковь. Когда человек по привычке приходил, чтобы принести жертву, не до башкам своим, видел, что там церковь, заходил, молился, уходил домой. Церковь поняла, что не может менять человека, каким-то образом место присвоила себе, чтобы удалить от человека эти неправильные привычки. На самом деле, это очень мудрый шаг, чтобы хоть как-нибудь удалить эти вредные привычки. Потому что они неправильные привычки к нашей жизни. Они как паразиты в нашей жизни, которые мешают тебе пережить Бога, мешают быть по-настоящему благосовенным. Он хочет, чтобы мы вместе с ним парили. Сейчас это люди, которые говорят. Ты ему говоришь, ну хватит уже делать, так или поступай так, допустим. И он отвечает, ну что делать? Это привычка. У меня осталось это еще с миру. Слышали, да, такие слова? Еще с мира осталась эта привычка. Это очень плохо, что у тебя осталась привычка из мира. Это очень плохо, возлюбленный. Запомни, до тех пор мирское, пока тебе не уйдет мирское и не умрет, духовное не воскреснет. Запомни это. Мы должны умертвить всякое мирское со всеми этими плохими привычками. Мы должны умертвить, мы должны смотреть на себя и понять, что нам не стоит делать больше. Ты раньше что-то делал, тебе казалось это нормально? Что тебе нельзя уже делать, как полагается дитю Божьему? Что ты больше не делал? Столько вредных привычек, которые нам нужно оставить. Наше благословение именно в этом. Будет же ненормально, если, допустим, на природе и тебя комар укусил в шею, и ты говоришь, «О, как классно! Ты должен сосать мою кровь. О, еще другой сюда укусил. Давай-ка, раскрою свои руки, пусть несколько еще сюда укусит. Я наслаждаюсь». Тебе как минимум скажут, что ты мазохист. Ты же будешь убивать этих комаров, потому что не хочешь, чтобы тебя кусали. Привычка — это как комары, которые есть в твоей жизни, но ты их не замечаешь. Плохие привычки — это вот те же самые паразиты, которые сосут кровь тебе, которые тебя всегда тянут назад. Ты думаешь, «Господи, ну почему ничего не мягается? Боже, тебе я должен был спокойно жить». Что так неприятно? Комары тебя кусают, поэтому неприятно. Ты должен прибить их. Второй тип паразитов, знаешь, какие? Которые приходят в нашу жизнь. Это людские заказы. Когда мы живем тем, что хотят люди, и привычками общества. Когда ты пришел к Богу, ты надвижешься по-старому. Матфея 15, глава 3 стих. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете к заповеди Божью ради предания вашего?» В Евангелии от Марка говорится 7-7. «Но тщетно чтут меня, уча заповедем человеческим, слово говорит, «Напрасно вы меня почитаете, если поступаете по заповедям людей». Там же в 13 стихе говорит, «Устраняй слово Божие преданиям вашим, которое вы установили, и делайте многое с нему подобное». Когда мы идем за странными обычаями, иногда мы привыкаем так поступать. «Мой дед так поступал, мой отец так поступал, я тоже так поступаю, и детей тоже учу этому». «Ничего, что это странно. Клади ножницы под подушку, чтобы сны не снились». Было да такое. «Клади ножницы под подушку, чтобы не снились сны». Это тоже плохая привычка. Надеюсь на ножницы, это колдовство. Я выписал несколько нелепых обычаев. Их там так много, реально очень много. Люди это передают нам, а мы передаем другим. Их реально много. Я написал некоторые, прочитаем их быстро. Не хочу на них долго останавливаться. Рисовать крест, когда пролил соль. Прыгать через костер. Делать мотах. Камень отзглаз. Мерить страх. За порогом нельзя здороваться. Возвращаться домой нехорошо. Представляешь, люди что-то забыли, допустим, дома. И это важно для встречи, на которую они идут. Именно из-за этой вещи они идут. Должны ее передать. Пойдет домой, пойдет на встречу, скажет этому человеку, «Прости, не получилось принести». Но не вернется домой, чтобы не взять это, потому что это плохая привычка. Плохой знак. А все почему? Потому что дядя, тетя и его дедушки передал эти обычаи. И так и живем. Никто не возвращается домой. Семь раз возвращают покойника, чтобы не вернулся. Слышали, да, такое? Вроде любит человека и плачет над ним, и в то же время не хотят, чтобы он возвращался. Вращают семь раз. Иван Купала, первый зубик, отмечать 40 дней, когда родился ребенок, май не играть в свадьбу. Представляете, уже начинаем по месяцам прыгать. Май не играют в свадьбу, да? Хочу дать вам совет. Возлюбленный, если ты решил жениться, приближается май месяц, то выбирай именно май. Потому что в этом месяце банкерные залы сдаются по самой выгодной цене. Аминь. Аминь. Потому что никто не хочет играть в свадьбу. В этом месте все очень дешево. Ты можешь спокойно в Май жениться. Крутые тоже начинают дешеветь. Так, много всего. Повесить подкову, чтобы пришла удача. Повесить колючку, чтобы пришла удача. Прямо сейчас остановили любую лошадь в мире и спроси, эта подкова принесла тебе удача? Нет такой лошади. Эта подкова даже им не принесла удачи. Что вы от нее хотите? И обязательно должна быть использована. Лошадь должна обязательно мучиться с этой подковой, чтобы тебе принесла удачу. Представляете, какие привычки. И смешно, и плакать хочется. И ты не знаешь, плакать или смеяться. И много таких вещей. Черная кошка, красный ворон. Что только не придумают. Все, что угодно будут делать из-за того, чтобы пришло к ним от этих дедов, я не знаю, эти обычаи. У нас был один родственник. Тальный родственник. Он очень известный бард. Завод Гевор. Не знаю, слышали ли вы его или нет. Которые играют еще, рассказывают стихи из старых бардов. По-моему, это его слова. Я как лющаяся вода в этом мире. Однажды этот бард приходит к маме моей. К маме моей бабушки. И говорит, невестка, ты можешь сделать мне ясницу? Эта бедная женщина говорит ей, ой, дорогой, прости, пожалуйста. Сейчас у меня курица-сидушка. Сидушка, это когда она высаживает яйца. И когда она высаживал 21 день, в эти дни дома не кушали яйца, чтобы не навредить курице. Обычай такой. Представляете, да? Эти 20 дней не кушали яйца, терпели. Потому что яйца под курицей вращаются, ой, превращаются в птенцон. Давайте не будем есть яйца, чтобы не навредить курице. Представляете, какие глупые обычаи. Ну, это обычаи, которые нам передали наши деды. Пришел человек к своему близкому родственнику, накорми меня. Дай мне яичницу, он говорит. Нет, не могу, потому что у меня яйца высаживают курицы. Этот бард поворачивается, разворачивается к нему, к ней и говорит, да чтобы у тебя вылупился один птенец и то слепой. И уходит. Знаете, в чем беда? Что действительно из 21 яйца вылупляется один птенец и то слепой. Один птенец, и то слепой. Сейчас стоило ради этого неправильного дедовского обычая подпасть под проклятие. Разве плохо было бы взять пару из этих яиц, сделать бы яичницу, было бы еще 18 пенцов. Вы понимаете, что происходит? Вот эти вот неправильные обычаи, которые передали нам наши обычаи, деды наши, пришла от того-то, от того-то, от того-то. И мы храним эти обычаи. Я не знаю, для чего, кому что хотим доказать. В нашем народе так много глупых обычаев. Знаете, на кого похож наш народ? Особенно в последнее время. Как губка впитывает все самое плохое, а все, что самое хорошее, не принимают. Какое-то странное явление. Как будто мало было плохого у нас самих. Теперь еще с Америки, с Европы, с Индией тянут всякую ерунду. Через пару дней будут отмечать Хэллоуин. Где Арменин, где Хэллоуин? Смотришь, по Северному проспекту ходят люди в масках скелета или там обезьяны. Украшают себя, как будто они бесы. Смысл этого Хэллоуина как раз в том, чтобы создавать какие-то образы, которые будут страшными. Украшают себя, как бесы, и говорят этим бесам, добро пожелать мою жизнь. Потом удивляются, почему жизнь все так плохо стала. Как будто нам не хватало наших проблем, еще и эти добавились. У нас самих как будто не хватало, нам было мало, еще извне начинают притягивать. Хэллоуин начинают притягивать. Есть какая-то новая глупость, индийская, выходят в белых одеждах и красками себя посыпают. Я уже не говорю о глупостях, которые есть в буддизме. Йога стала очень модной в Армении. Если хочешь показаться более культурным, более разбирающимся в жизни, более воспитан, ты уже начинаешь заниматься йогой. Буддизм начал распространяться, йога начала распространяться. Буддизм, знаете, как начал распространяться? Начали известных людей подкупать, чтобы они занимались буддизмом. И за последние 20-30 лет прошло и очень распространили буддизм по всему миру. Сейчас стало очень модно заниматься йогой. Это очень плохо влияет на дух человека. Я однажды сказал, что держитесь подальше от йоги, и мне очень много христиан написали, ну а что в йоге такого? Это всего лишь развитие души. Возлюбленные, йога — это часть буддизма. Это бесовская медитация. Что бы ты ни делал, если ты начал практиковать йогу, домой к вам придут в гости эти бесы. Все эти миллионы бесов, которые есть в буддизме, приходят к вам домой. Хотите таких гостей? Поэтому держитесь подальше от этой йоги, от этих чакр, макр, я не знаю. Какие-то названия глупые придумывают армяне. Стали очень модными, начинают пользоваться модными словами. Сейчас новая мода. Появились на татуировке мода. Слушайте, вы что такие отсталые? Раньше у нас татуировки делали в тюрьмах. Вы помните, да, во время Советского Союза, только в тюрьмах делали татуировки? Только особым людям можно было делать татуировки. А другим нельзя было. Сейчас начинают с головы, до подошвы ног, тела татуированы. И девушки в том числе. Но Библия говорит, никогда на своем деле не делайте никаких надрезов или изображений как-нибудь не делайте. Колоссянам 2 глава, 20 стих. Итак, если вы со Христом умерли для стихии этого мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Если вы умерли со Христом, то для чего вы держитесь этого? Смотрите, знаете, что означает держитесь? Как будто тебя что-то связывает с этим миром. Связывает именно бес. Это не само собой. Ты находишься под властью какого-нибудь беса, когда ты двигаешься правильными этами мира. Это же Хэллоуин, безобидный праздник. Все отмечают, и я отмечаю. Все идут в ад, возлюбленные. Что, ты схватишься за хвост, тоже пойдешь? Ну сейчас так прикольно, вот это йога, я вот сижу, отдыхаю, расслабляюсь. Ты даже не представляешь, как тебя расслабляют. Так расслабляешься, что ты даже не заметишь, как удалишься от Господа. Вы будете совсем в разных направлениях двигаться. Слово говорит, почему вы держитесь в предании этого мира? Не прикасайся, не вкушай, не достигай, не дотрагивайся, что все сливается от употребления по заповедям и учениям человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиря на мудре и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Смотрите, что здесь говорится. Говорится, что все это придумано человеком. То есть, это предание, которое выдумали люди. Зачем? Смотрите, христианство, это не самовольное служение возлюбленное. Христианство вообще не религия. Это в мире запутано все. Мир придумал несколько религий, придумал имена им. Но христианство, это не религия. В мире нет христианства, ислама, буддизма. Я не знаю, чего такого еще. Это все придумали люди. Мир делится всего на две части. На народ, который принадлежит Господу и все остальные. Язычники. Там нет никаких-то религий. Или ты с Господом, или ты без Господа. Хочешь, верь в Будде. Хочешь, не верь в Будде. Хочешь, кому угодно верь. Это не имеет никогоого значения. Господь говорит, ты со мной? Если не со мной, то ты уже язычник. Все. Нет религии, есть вера. Человек либо верит во Христа, либо не верит, либо он язычник. Религия — это выдуманное слово, по которому можно поделить людей и вроде бы их всех выровнять. Часто говорят, он представитель такой-то религии. Знаете, что это значит? Это из христианской религии, это из буддизма, это из ислама. Что они хотят делать? Они берут и всех уравнивают с нами и ставят нас в один ряд. На самом деле, мы очень далеко друг от друга, и между нами пропасть возлюбленная. Или ты веришь в Иисуса, где бы ты ни ходился. Нет других вариантов. Иисус сказал, я есть путь, есть дверь. Нет другой двери. Аминь. Аминь. Я однажды разговаривал с одним парнем, армянином. Он был очень высокого уровня, высокого ранга в этом буддизме. Он стал буддистом, и он довольно известный буддист. Он мне говорит, Горджан, дорогой, ты помни меня правильно. Мох находится наверху горы. Мусульмане вот так вот поднимаются на эту гору. А вы христиане вот так вот поднимаетесь на эту гору. И много более легкая дорога. А мы буддисты вот так вот поднимаемся, чтобы достичь Бога прямо. Я вам сказал, стоп. Я сказал, не знаю, о каком Боге ты говоришь, но Бог один. Его зовут Иисус. Если ты не веришь в Него, то ты идешь в ад. Все. Другого варианта нет возлюбленной. Какую бы сказку ни придумали, как бы не хотели тебя обмануть, нет такого. Ни твой Будда не умирал ни за меня, ни Мухаммед тоже не умирал за меня. Даже за тех, которые верят в Мухаммеда, за мусульман, тоже Мухаммед не умирал. Иисус за них умирал. Из-за буддистов тоже Иисус умирал. Поэтому нет другого, который умер для того, чтобы спасти нас. Нет другого такого. Ни в какой религии такого нет. Только Иисус. О чем разговор? Аминь. Слава Господу. Слава всемогущему Господу. 1 Петра 1,18 говорит. Я сказал, как назвал сегодняшнее слово, да? Не сказал? Знаешь, как назвал сегодняшнее слово? Останови неудачи в своей жизни. Останови неудачи. Пойми, это в твоих руках. Очень многие неудачи в твоих руках. И ты должен остановить это. Если ты не остановишь, то никто не остановит. Ты должен срезать грузики от этого воздушного шара, чтобы он отпал от тебя. Знаешь, что говорит Петр? 1 Петра 1,18. Знаешь, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Смотрите. Петр говорит, мы искуплены от суетной жизни. Все. Мы очищены кровью Иисуса Христа. Иметь ли смысл опять погрязнув то, откуда мы еле-еле избавлены? Третий вид паразитов в нашей жизни это пустые слова возлюбленные. Будь внимательен к своим словам. Пустые слова тоже ведут нашу жизнь к неприятностям. Матфея, 12 глава, 36 стиха. Говорю же вам, что за всякое слово, праздное, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. То есть мы должны отвечать за свои слова. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Ничего сложного, правда? Смотрите, как ясно говорится. За все придется ответить. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Как мы оправдываемся? Когда мы говорим, Иисус, ты мой Господин, я отдаю свою жизнь в твои руки. Те, кто сегодня в первый раз, тоже попрошу в конце подойти ко мне. Мы вместе помолимся, и они оправдываются от своих слов. Не я их оправдываю, это Иисус их оправдывает. А Иисус оправдывает, когда ты сам своими устами говоришь, Иисус, я свою жизнь отдаю тебе. Но это вы знаете, что говорится? От слов своих осудишься. Смотрите, слова паразиты, которые присутствуют даже в жизни верующих людей. Допустим, я умираю. Очень многие верующие, когда утомляются, особенно сестры, когда члены семьи, допустим, долго не каются, они говорят, я уже умираю. Я уже умираю. Это паразит, который тебя мучает. Будьте внимательны, истин слова возлюбленные. Что-то у меня голова взрывается. Схожу с ума от тебя. Если ты сойдешь с ума, что будем делать? Нам сумасшедшие не нужны. Вам серьезно говорю? Нам не нужны сумасшедшие. Теперь что будем делать? Молиться за освобождение? Зачем тебе с ума сходить? Скажи, я благословен тобой. Зачем говорить, я умираю по тебе? Скажи, я живу для тебя. Зачем тебе умирать? Нам не нужны ни наши сумасшедшие, ни мертвые. Хотим живых, благословенных людей. Будьте очень внимательны к тому, что ты говоришь. Иисус уже умер за наши болезни. Так что, будьте очень внимательны к своим словам. Аминь. Умираю от смеха. Не умирай. Лучше скажи, мне так приятно от этого смеха. Я так много смеялся, что проголдался. Я никогда не буду счастлива. Будешь, хватит говорить эти глупости. У меня на лбу написано, что я буду несчастный. Это ложь, не написано. Это говорит дьявол, не верь это. Тебя все обманывают, понимаешь? Не нужно говорить эти вещи. Бог говорит, а слов своих оправдаешься, а слов своих осудишься. Я никогда не выйду замуж. Ты обманываешь. Через пару лет влюбишься, и ты даже сама не поймешь, как ты свадебное платье одеваешь и танцуешь. Это обман. Не нужно это говорить. Не разрушая свой дом. Не разрушаясь неправильные слова в своей жизни. Слово говорит, а слов своих осудишься, а слов своих оправдаешься. Хочу вам сказать одну истину. Хочу вам дать совет. Это можете выучить наизусть. Неправильные слова, пустые слова, намного быстрее исполняются, чем правильные слова. Плохие слова исполняются намного быстрее. А знаешь почему? Этому есть причина возлюбленная. Когда ты говоришь добрые вещи, допустим, для примера, я разбогатею, допустим. Ну, ты сказал, я разбогатею. Это хорошее пожелание. Смотри, если ты говоришь добрые пожелания, твои слова должны пройти несколько инстанций, чтобы осуществиться. Когда ты говоришь эти слова, Брог проверяет, говоришь ли ты с верой, действительно ли твоя жизнь святая, достойна ли ты, чтобы получить это? Действительно, время ли сейчас, чтобы ты получил это? Твое слово проходит очень много небесных инстанций до тех пор, пока вернется к тебе. Потому что, когда ребенок просит ключи машины, папа не сразу дает эти ключи. Первое, что его интересует, ты хотя бы раз садился за руль? Хотя бы раз в жизни ты садился за руль? Если у тебя водительское удостоверение, допустим. Если у тебя право управлять машиной, можешь ли ты правильно останавливаться? Есть вопросы, на которые нужно иметь ответы. Ты не берешь сразу и отдаешь ключи. Он должен сдать этот экзамен. Потом ты только отдаешь эти ключи, потому что ты любишь его. Когда ты говоришь правильные вещи в своей жизни, это не сразу осуществляется возлюбленной, потому что оно проходит несколько небесных инстанций, несколько испытаний. Когда Бог увидит, что настало время для того, чтобы ты получил это благословение, то Бог говорит, все, давайте. Сейчас пришло это время. Но если ты говоришь что-то недоброе, очень быстро осуществляется, знаешь, почему? Когда ты говоришь что-то плохое, это нравится дьяволу. Он не особо долго думает, что тебе это принесет. Ему это нравится, и поэтому он очень быстро дает тебе. И все это воплощается в реальность. Когда пятилетний ребенок просит машину, то Бог не дает эту машину. И родители тоже не дают. Потому что понимаешь, что этот пятилетний ребенок может навредить себя. Но если ребенок будет просить у соседа, который, допустим, ненавидит его отца, сосед сразу даст ключи, чтобы он навредил себя. Вы понимаете эту разницу? Дьявол — это сосед, который ненавидит его отца. Поэтому когда ты просишь что-то плохое, сразу хочет тебе это дать. Серьезно, ты говоришь, умираю? Давай, без проблем. Нужна болезнь, сейчас тебе дам. Что еще надо тебе? Какую дорогу еще повезти, чтобы тебя погубить? Чего хочешь, чтобы я сделал, чтобы было твоему отцу больно? Я прямо сейчас это сделаю. Поэтому когда ты просишь что-то плохое в своей жизни, нам могут быть средств существовать. Поэтому, возлюбленный, будь очень внимательен к своим словам. Это паразит, который разрушает твой дом. Притча 6 глава, 2 стих. Ты опутал себя словами уст твоих. Пойман словами уст своих. Смотрите, что говорит слово. Ты пойман словами уст своих. Ты сказал слово, и ты сам себя поймал словами-словами. Когда человек что-то обещает нечаянно, им говорят, все, ты уже попал, ты обещал, ты должен исполнить. Все, нечего было обещать. Читаю последнее место, поэтому прошу тебя, встань на ноги, и мы сейчас будем молиться. мы будем молиться, чтобы остановить эти неудачи. 2 Коринфянам 5, 17. Итак, кто во Христе, тот новый тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Древнее прошло, теперь все новое. Это когда ты раньше приходил домой, кричал, орал, сейчас все начну ломать, крушить. Ты входишь домой, и ты понимаешь, что это давно уже прошло. Когда ты звонил своей сестре, и вы давно не общались со внуках другой сестры, звонишь для того, чтобы вы обсудили, почему они себя так плохо ведут во Франции, ты звонишь и вспоминаешь, все, это уже прошло, древнее прошло, теперь все новое. Это когда ты так красиво оделся, прекрасно выглядишь, идешь по улице, великолепный, красивый, и приезжает машина, и обливает тебя грязью, смотришь вслед, и в тебе пробуждаются все прекрасные слова, которые есть в этом мире. ты хочешь всех их высказать, но потом вспоминаешь, и это уже в прошлом. Благодарю тебя Господь, езжай немного аккуратнее, брат. Трудно, возлюбленный? Быть христианином, это трудно. Быть верующим, это очень сложно. Люди думают, что быть верующим, это для слабого человека. Ни один слабый человек не может быть верующим. ты должен быть сильным, чтобы суметь сдержать себя. Аминь. Аминь. Слава Господу. Сейчас я хочу, чтобы мы помолились, чтобы мы попросили прощения за этих паразитов, которые у нас есть в жизни, и чтобы мы остановили эти неудачи тоже, чтобы мы сказали, Господи, мы хотим отрезать все эти грузики от этого воздушного шара. Я не хочу, чтобы кто-то пил мою кровь. Эти пиявки мне уже не нужны. Помоги мне жить так, чтобы никто из этих паразитов не имел власти над моей жизнью. Аминь. Аллилуйя, Небесный Отец. Мы благословляем Того Святое Великое Имя. Мы возвращаемся Твоими делами, Господи. Мы говорим Тебе спасибо за все. Господи, мы Тебя просим, Господи, прости нас за все эти паразиты, которые у нас есть в жизни. Прости нас, Господь. За всех паразитов этих, Господь, которые остались с мира. Из-за чего мы подпали по токолятию, Господь. У нас неудачи за это, Господи. Прости нас и удали это от нас, Господь. Все, что неправильно в нашей жизни, удали, Господь. Все, что есть, Господь, все привычки из этого мира, пожалуйста, все пустое, удали из этого, Господь. Из нашей жизни удали, Господь. Чтобы мы управляли своими устами и своими мыслями, Господи. Чтобы наш каждый шаг был приятен небесам, Господь. Чтобы на небесах была радость, Господь, за нас. Во имя Иисуса Христа. Мы останавливаем всякие неудачи в нашей жизни, Господь. Мы высвобождаем благословения, чудеса. Мы высвобождаем Твоё присутствие в нашей жизни, Господь. Мы просим Тебя, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа была в жизни каждого из нас. В жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Господу, Базубленный. Слава Богу. Если ты не выдерживаешь, и все это хочет выйти из тебя, вводи в завет своим правой рукой. Сразу правой рукой закрывай свой рот. Сейчас есть другая проблема. Сейчас этой правой рукой, этими пальцами начинает писать эти плохие вещи. Если твои больших, плохих пальцы начинают что-то плохое писать, выкинь телефон. Лучше разбить телефон, чем разбить свою жизнь. Я вам серьезно говорю? Лучше разбить телефон. Слава Господу. Любовь вас всех благословит. Удали все проклятия из своей жизни, возлюбленный. Я сейчас хочу задать один вопрос. Есть люди, которые первый раз сегодня с нами. Если в первый раз с нами, пожалуйста, пройди на свою руку, и мы приветствуем тебя. Если вы в первый раз, пусть Бог вас всех благословит. Я попрошу вас знать, что сделать. Мы сейчас вместе будем останавливать эти неудачи в вашей жизни. Поэтому прошу тебя, я спущусь сюда, и ты тоже спустись. Давайте проверим, кто быстрее спустится. Мы коротко помолимся об этом. Я медленно буду спускаться, чтобы вы успели. Мы будем молиться вместе. И те, кто нас смотрит в интернете, наблюдают за нами. Если вы в первый раз, тоже повторите с нами эту молитву. Пусть Бог вас всех благословит. Встаньте сюда. Пусть Бог вас благословит. Да благословит Господь тебя, чудо. Будь благословен. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Да благословит Господь. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Да благословит Господь. Обильное благословение вам. Обильное благословение. Пусть Бог вас благословит. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Да благословит Бог. Пусть Бог вас благословит. Будьте благословены. Будьте благословены. Будьте благословены. Будьте благословены. Слава Господу. Будьте благословены. Будьте благословены. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Бог. Божьих благословений вам. Будьте благословены. Да благословит вас Господь. Будьте благословены. Слава мне поздороваться еще. Будьте благословены. Будьте благословены. Так, откуда я начал? Будьте благосовены Будьте благосовены Будьте благосовены Да благосовет вас Господь Давайте их поприветствуем, люди Пусть Бог вас благосовет Чудо, будь благосовена Слава Господу Будьте благосовены Будьте благосовены Будьте благосовены Пусть Господь благосовет вас Да благосовет Господь Еще раз Господь, будь благосовет вас Будьте благосовены Будьте благосовены Да благословит Господь. Будьте благословены. Да будет Божий благословен на вас. Безграничных благословений вам. Будьте благословены. Будьте благословены. Да благословит Господь. Да благословит Господь. Будьте благословены. Будьте благословены. Пусть Господь вас обильно благословит. Благословит Бог. Да благословит Господь. Будьте благословены. Обильных благословений вам. Пусть Бог вас благословит. Будьте благословенны. Будьте благословенны, брат. Будьте благословенны. Пусть Бог вас всех благословит. Чудо, будь благословенным. Пусть Бог вас благословит. Да благословит Господь. Пусть Господь благословит вас. Слава Господу. Вас так много, возлюбленные. Давайте поприветствуем вас. Слава Богу за вас Слава, слава всемогущему Богу Слава нашему Господу Пусть Бог вас объединенно благословит Знаете, почему мы сегодня здесь? Мазубины, мы сейчас вместе, мы должны остановить неудачи в нашей жизни Ты должен встать и сказать, Господи, прости, пожалуйста, за все, что я делал до сих пор неправильного Я даю тебе свою жизнь, и больше я не хочу жить так, как жил до этого Так, как диктовал дьявол Потому что в этой жизни, если ты делаешь не то, что говорит Иисус, нет другого варианта Делаешь то, что говорит дьявол Потому что ты не знаешь, что это Он действует в твоей жизни Он так потихоньку нашептывает свою волю в твои уши Тебе кажется, что ты сам по себе живешь? Нет, на самом деле Он нашептывает тебя Ты должен возгордиться Ты должен помешать кому-то, ты должен так вот сделать больно, неприятно кому-то Тебе кажется, что это твой характер, но на самом деле это Он автор всего Сейчас мы должны сказать Иисусу, все, хватит Господь, я даю тебе свою жизнь, больше не хочу делать то, что Он говорит А Иисус тебе скажет, «Теперь ты увидишь, какая жизнь со мной». Поэтому совершим короткую молитву. Апостол Павел говорит, «Если сердцем своим будешь веровать, что Иисус Господь, и устами будешь исповедовать, что Он Господин, то спасешься». Сейчас мы будем совершать молитву спасения. Эту молитву я поведу вас. Но после этой молитвы Господь говорит, «Войди в свою комнату, закрой за собой дверь и молись. Ты и твой отец». Нет лучше молитвы, Господь. Там ты находишься наедине с Богом, и там ты ничего не скрываешь. Но сейчас я попрошу, чтобы ты повторил за мной. Хорошо, возлюбленный? Давайте помолимся. Слава Богу. Давайте закроем глаза и повторим. Повторяй за мной. Скажи, «Небесный Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа». Дорогой Иисус, я прошу прощения за все грехи, которые я совершил. Я отрекаюсь от них. Я верю, что ты был распят, умер и на третий день воскрес, чтобы избавить меня от моих грехов. С сегодняшнего дня я даю тебе свою жизнь. Ты мой Господь и мой Бог. Приди ко мне, и царство в моей жизни, и крести меня своим Святым Духом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Слава Богу, возлюбленный. Да благословит вас Господь. Это вроде бы короткая молитва. Но знаете, что произошло? Многие из вас, возможно, сейчас почувствовали, что Иисус вас обнял. Что-то поменялось. Ушла определенная легкость от Господа. Ты вроде чувствуешь, что какая-то паника, депрессия, горечь какая-то ушла от тебя. Многие по дороге домой, возможно, это почувствуют. Многим что-то приснится приятное. Теперь Господь скажет тебе, «Посмотри теперь, какая будет жизнь со мной». Потому что Бог верен. Знаете, мы не верим в какую-то, скажешь, историю, в какую-то легенду. Мы верим в живого, великого, распятого и воскресшего Бога. Он сейчас, прямо сейчас с тобой, Господь. Слава Богу. Слава Богу. Да благословит вас, Господь. Я немного поднимусь, чтобы видеть каждого из вас. Мы хотим благословить вас. Можно, да? Чтобы мы помолились, благословивая вашу жизнь и вашу семью. Слава, пройтяните руки, помолимся за них. Отец Небесный, я прошу тебя, Господь, чтобы ты и твои благословения опустил в жизни каждого из них. Чтобы в жизни их и в их семьях было твое присутствие. Во имя Иисуса Христа разрушь всякого дьявола, все заклятия, проклятия в жизни каждого из них. Чтобы ты очистил в жизни их, Господь. Чтобы наполнил их, Господь, своими благословениями, радостью, миром, заботой Твоей, Господь. Во имя Иисуса Христа. И сели, Господь, каждого человека от всякой боли, Господь. Освободи от всякой проблемы. Мы их благословляем и вручаем в Твои руки, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. Доброцает вас, Господь. У наших братьев есть небольшой подарок для вас. Мы хотим, чтобы не здесь дали вам. Это небольшой подарок, это Библия, это Новый Завет. Это вторая часть Библии. Там, где описана жизнь Иисуса и послание апостолов. У нас есть Ветхий Завет и Новый Завет. Это Новый Завет. Это вторая половина Библии. Мы хотим подарить вам. Но хочу, чтобы подарили вам не здесь, сегодня день рождения Церкви. Но там, наверху, у нас есть хорошее угощение. Поэтому попрошу, чтобы наши братья вели вас туда, наверх. И подарим вам этот подарок, и встретимся с вами, познакомимся, пообщаемся. Будьте благословенны. Я попрошу, чтобы вы за нашими братьями пошли туда наверх. Пусть Бог от всех благословит.